Музыка Начать надо с заказчика. Это город в реконструируемых кварталах в городе Москве на северо-западе. И уникальность комплекса заказчиков, согласований. Это и норвежский проект, который мы адаптировали в соответствии с российскими нормами. Задача была ввести к 1 сентябрю 2013 года. Срок строительства 9 месяцев плюс проектирование. Уникальность в новейших технологиях, когда мы использовали каждое помещение и вовлекли их в хозяйственный оборот. Отдали детям, отдали учителям, отдали родителям. Яркие краски, которые в зимних условиях будут радовать детей. Все это идея норвежцев. Музыка Здесь, когда мы задумывали это, мы назвали это центром духовного, интеллектуального и физического воспитания детей и родителей. Самое главное родители, потому что всегда родители будут самым главным примером для ребенка. Мы уже построили, передали Хорошевской школе этот объект. И сегодня получили высокую оценку на руководство города, лично Сергей Семенович. Музыка И мы делаем москву цветной. Дома делаем. Дома делаем. Музыка Дело в том, что все это мечта. Еще раз повторю, это все мечта. И эта мечта для нас, для педагогов, для людей, которые работают в образовании, она сейчас осуществляется. Моя миссия проста. Я хотел бы, во-первых, сказать суть того эксперимента, в котором мы все участвуем. Потому что мне кажется, что самое главное в нашей стране, то, что нам всем присутствующим здесь, а самое главное нашим детям, очень сильно не хватает. Это знание. Это образование. Это готовность жить в 21 веке. И готовность воспитывать детей в 21 веке. И мы мечемся между айпэдом и гомеопатией. И все время ищем какой-то кусочек гармонии, то в одном, то во втором. И пытаемся убежать от своего естества. И поэтому у нас возникает все больше и больше дискомфорта. Мне кажется, что во всем этом очень важно, как и во всем другом, профессиональный подход. В каком возрасте очень важна моторика, в каком возрасте нужно развивать креативную функцию, в каком возрасте можно начинать прибегать ко всевозможным современным гаджетам, для того, чтобы развивать способности ребенка, скорость его мышления, креативность и так далее. И это уникальный эксперимент. С шести месяцев здесь принимают детишек с родителями до трех лет. А с трех лет уже можно отдавать ребенка самостоятельное плавание, самостоятельный полет здесь. И так как эта методика уже опробирована, уже есть большое количество детей, которые прошли через нее, Я думаю, что этот эксперимент у нас должен быть обречен на успех. Другого не дано. Я дам страус. Только три к тракту. Почему этот возраст? Потому что до семи лет ребенок получает 80% всех знаний, которые он получает за всю свою оставшуюся жизнь. 80% знаний – это до семи лет, еще 10% знаний – это средняя школа. И оставшиеся 10% – это вуз 5% и 5% – вся наша оставшаяся жизнь. И этот возраст самый важный. Иногда он родителями попускается. Я хотел бы громадное слово благодарности высказать. Все, что это важно. Мы сейчас с ним смотрели и говорили, когда это здание построено из кирпича. Потому что такой сложный фасад невозможно было сделать иначе. Никакими панелями или бетонными каркасами невозможно было это сделать. Поэтому его пришлось сделать все из кирпича. И это огромный труд огромного количества людей. 11 месяцев назад они выехали на стройплощадку. Это в два раза быстрее, чем нормативные сроки строительства. Работало до 1000 человек на объекте. И прошло с этого времени, с момента стройки до момента того, как первый ребенок начал там плескаться, всего-навсего 10 месяцев. Это проект, который был бы невозможен без инвестиций, личных инвестиций, и материальных, и моральных, со стороны Алексея Алексеевича Добашина, и всей его команде. Я огромное слава и благодарность высказываю, ребята, вам.